Саудовская Аравия выслала канадского посла и грозит запретить своим студентам ездить на учёбу в Канаду, а также заморозить новые торговые и инвестиционные договоры со страной из-за вспыхнувшего конфликта. Всё началось после того, как Оттава призвала Эр-Риад освободить саудовских активистов. За последние три месяца в стране было задержано не менее 15 критиков правительства. В основном это женщины, которые выступали за право для своих соотечественниц водить авто и за отмену патриархальной системы, которая обязывает женщин получать разрешение от мужчин буквально на любую общественную деятельность, включая работу и путешествия. Саудовская Аравия обвинила Канаду в том, что та вмешивается в её внутренние дела. Канада, в свою очередь, обещает всегда защищать права человека. «Канада ставит права человека в центр своей международной политики, и это в последние дни привлекло большое внимание. Я говорю о высылке из Саудовской Аравии канадского посла. Я хочу сказать чётко, что Канада всегда будет защищать права человека внутри страны и по всему миру». Саудовская Аравия дала канадскому послу 24 часа на то, чтобы покинуть королевство. Сама она также отозвала своего посла из Канады. Ранее в конце июля с призывом освободить активистов Саудовской Аравии выступила и ООН. «Мы в замешательстве, поскольку, с одной стороны, мы видим, что Саудовская Аравия открывается и проводит реформы. А с другой стороны, очевидно, что в стране преследуют людей, которые призывают к открытости реформам». В последнее время саудовские женщины получили больше прав. Им разрешили водить автомобили, теперь они также имеют больше выбора в том, что могут надевать и куда ходить. Однако многие ограничения по-прежнему сохраняются. ООН обеспокоена состоянием арестованных активистов. О местонахождении многих ничего не известно.